Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует программа по святым местам. И мы продолжаем свой рассказ о Свято-Троицком монастыре АллатРе. Знакомясь с историей многих достопримечательностей, важно вспомнить и имена тех людей, которые прославили эти места своим трудом и подвигом. О подвижниках и достижениях Свято-Троицкой обители поговорим сегодня. Самое главное достижение, которое больше всего бросается в глаза, это колокольня. Ее высота около 82 метров, и это официально признанный рекорд. Так, в Книге рекордов России здание значится как самая высокая колокольня, выполненная как бетонный монолит. Такая масштабная конструкция и колоколов требует немаленьких. Здесь у нас располагается всего 19 колоколов, и два из них самых крупных, 18-тонник, вот этот колокол и 9-тонник, они размещаются на отдельной площадке. Остальные 17 колоколов находятся наверху. Они приводятся в движение специальным тросом, который прикреплен к педалям наверху, и звонарь, нажимая педаль, звонит вот в эти крупные колокола. Когда совершается звон, здесь внизу никого нет, поскольку очень-очень громко. Звон слышен на весь город. И если символом Лондона можно считать Биг Бен, то символом АллатРа вполне может стать эта колокольня. Ведь здесь есть часы, которые показывают время и напоминают о том, что близится час молитвы или службы в храме. У нас на колокольне установлены механические часы, и на четыре стороны света выходят циферблаты на высоте примерно 60 метров. И механизм полностью ручной, не электрический. Вручную происходит завод. Где-то раз в пять дней заводят часы, и пять дней они работают от этого завода. Механизм здесь гирьевой, то есть поднимается гиря почти до потолка, и в течение пяти дней она спускается вниз. Вот здесь намотаны тросы. Это как раз тросы, которые держат эту гирю. Рядом с основным механизмом есть еще механизм боя, то есть часы могут бить каждые полчаса, и каждый час, соответственно, количество часов. Но высокая монастырская башня – это не только колокольни, часы, это еще и храм. Монастырь этот уникален еще и тем, что здесь находится единственный в России, а возможно и в мире, храм в честь святого Васяна Константинопольского. Он родился в Сирии в V веке и жил в столице Византийской империи. А еще святой управлял монастырем, в котором было около 300 иноков. Почему же церковь посвятили именно этому подвижнику? Не такой уж известный и так чтимый у нас на Руси святой, и в честь него именно осветили. А почему в честь Васяна Константинопольского? Поскольку он был небесным покровителем нашего блаженного Васяна Алатарского, который так и не был общецерковно прославлен, и он остается у нас местно чтимым нашим святым. И в его честь нельзя было освящать храм, и осветили в честь его небесного покровителя, одноименного Васяна Константинопольского преподобного подвижника. Мощи святого Васяна Алатарского пребывают под спудом храма святого Серафима Саровского. Здесь есть и святой источник, из которого в монастыре берут так называемую Васяновскую водичку. Он подвязался здесь в XVII веке, и впоследствии его останки нетленные, были обретены при копании фундамента Троицкого храма первого, и призваны нетленно, освидетельствованы, но потом уже были перезахоронены. И вот мы до сих пор чтим этого угольника, как можно сказать, покровителя нашей обители. А в храме-колокольне святого Васяна Константинопольского можно поклониться еще одной древней святыне обители. Икона такая очень чтимая, древняя икона священомущеника Антипа Пергамского Иоанна Война. Она была главной иконой скита монастыря дореволюционного, который назывался Духова пустынь. Это на берегу реки Суры, он располагался в городе Алатаре. Сейчас его, к сожалению, уже этого скита нет, он был разрушен. Сейчас у монастыря тоже есть подворье, рождественский скид. Страусы в вольере, лебеди на пруду, здесь есть на что посмотреть. На подворье разбиты огороды и сады, занимаются разведением коров, птицеводством, выращивают рыбу в искусственном пруду. Здесь имеется источник преподобного Сергия Игумена Радонежского. Также здесь стоят два храма – каменный в честь Рождества Христова и деревянный в память Иверской иконы Божьей Матери. Подворье возникло в наши дни в 1999 году, и сейчас сюда рады заглянуть и туристы, и паломники. Алатарский мужской монастырь ежегодно посещают тысячи людей, но когда-то на месте обители были разруха и запустения. Монастырь переживал разные периоды, там и притеснение, и закрытие. Вот окончательно он уже был закрыт в 1931 году, то есть это был последний год, когда монастырь еще как-то существовал частично. И начался 70-летний период такого запустения обители. А потом здесь были расположены застенки НКВД. И здесь была так называемая зона смерти. Здесь даже расстреливали людей на территории монастыря, и расстрелянных закапывали в общую могилу на территории современного кладбища. И впоследствии, уже когда монастырь возрождался, находили эти захоронения, то есть это ямы, в которых были просто свалены груды черепов, костей различных человеческих. А после войны в помещениях обители располагались баянная, махорочная и лыжные фабрики. И вот последней существовала здесь лыжная фабрика до своего разорения. И здесь у нас в музее есть такой необычный экспонат лыжи, которые производились здесь на территории монастыря. Как раз вот в 80-е годы. Поэтому для нас это сегодня является, можно сказать, такой реликвией. Кроме того, в монастыре была и махорочная фабрика, и некоторые посетители тут даже вспоминали, что помнят махорку, на которой было написано производство города Латарь. Производственные корпуса выехали, оставив после себя голые полуразрушенные стены. И вот в этот период сюда приехал отец Иероним. Здесь подвиг возрождения обители подъел на себя наш преснопамятный отец Иероним, архимандрит Иероним Шурыгин, которого митрополит Варнава именно отправил сюда с этой миссией возродить древнюю обитель. И вот с Божьей помощью, по молитвам, по заступничеству Божьей Матери и святых за 18 лет ему удалось, можно сказать, совершить чудо с Божьей помощью, возродить из руин такой огромный монастырь. Причем на сегодняшний день по территории, по масштабу он раза в три больше, чем древний монастырь Аллатрский, который был до революции. Первым был восстановлен для богослужений Казанский храм. С него начались первые богослужения после 70-летнего периода закрытия обители. Вот первая служба, первая литургия начали совершаться именно в этом храме. Потом его закрыли на декоративный ремонт и обшили со всех сторон деревом. И получился такой теплый, уютный домашний храм в честь иконы Божьей Матери Казанская. Сама икона – еще одна древняя святыня монастыря. Которая была прославлена в обители и появилась здесь еще в 17 веке. Она была чудесным образом обретена на источнике. Впоследствии она оказалась даже спасительницей города Аллатр от Холеры. Первые шаги в реставрации обители делались непросто. Восстанавливали стены, но возрождали и веру в сердцах людей. Отец Иероним, он отличался большими духовными дарами. Он был и молитвенник, и действительно истинный подвижник, монах. И кроме возрождения стен, он себе задачей ставил возрождать и души человеческие. И поэтому к нему люди тянулись в большом количестве. Он своими молитвами, своими советами, духовным попечением. Действительно для многих стал отцом, который сюда привлекал именно людей своей любовью, своей молитвой, своей отеческой заботой. И люди тянулись сюда. Естественно, каждый старался чем-то помочь, кто чем мог. Кто просто поучаствовал в жизни монастыря, кто-то финансово, кто-то еще как-то. И поэтому монастырь возрождался, можно сказать, всем миром, с участием всех тех людей, которые не были безразличны и посещали эту святую обитель, участвовали в этом деле возрождения святого места. У многих живущих сейчас в Аллатыре есть своя история, связанная с отцом Иеронимом. Сам я родился в Ульяновске, там вырос, учился в школе, поступил в университет. И вот после знакомства с отцом Иеронимом, как бы так по-другому посмотрел на свою жизнь. Я обрел веру в Бога и стал воцерковленным человеком. И уже после одной из бесед он предложил мне идти по духовному пути, именно поступить в Нижегородскую духовную семинарию и встать на путь служения церкви. И вот, послушав его благословения, я избрал и пошел, можно сказать, за ним, за Богом. И после этого, окончив семинарию, потом еще поучившись, я вернулся сюда, можно сказать, вместо своего духовного рождения, возрождения. Послушник Псково-Печерского монастыря, афонский монах, священник, подвязавшийся в Иерусалиме и почетный житель Аллатыря, отец Иероним Шурыгин скончался 28 августа 2013 года после долгой болезни на 61-м году жизни. Я только хотел бы сказать одно, что каждая жизнь человеческая – это великая, непостижимая тайна для самого носителя этой жизни. В чем же эта тайна заключается? Она заключается в том, что человек с ранцу по земле до гроба, до могилы, порой так и не понимает, кто он, откуда явился, кто виновник в его жизни, счастье или несчастье, и какое его предназначение. Вот в том-то и беда, что многие современники нашей жизни не понимают, в чем их предназначение. А предназначение – это достижение Царства Небесного. Сейчас поклонницы могилки отца Иеронимы сюда приезжают и те, кто знал его, и те, кто наслышан о его трудах, и видят их своими глазами в этой святой обители. Здесь можно помолиться в храмах, посидеть в тишине монастырских садов, поклониться намоленным святыням. А если поедете сюда с детьми, то не забудьте взять с собой орешки. В монастыре живут две чудесные белочки. Вот их домик. Сейчас они спрятались, видимо, у них дневной сон. Очень важно, что на домике прописано меню. Белок можно кормить грецкими, лесными и кедровыми орехами, а также семенами подсолнечника, но обязательно нежаренными. Если орехов у вас с собой нет, то, пожалуйста, вот кружка вы можете пожертвовать белочкам на пропитание. Всякое дыхание дохвалит Господа. Это и про белочку, и про крохотную птичку, и про цветы, и про нас с вами. Про наше сердце, способное видеть красоту, восхищаться этим миром и стараться нести в него добро и любовь, как заповедовал нам Бог. Субтитры создавал DimaTorzok